Студент из Казахстана Денис Терновой через социальные сети попросил помощи в эвакуации. Он учится в университете украинского города Сумы. Попытки МИДа вывести его оттуда оказались безуспешными. На протяжении полторы недели я обращался в посольство и консульство Республики Казахстан в Украине по поводу эвакуации, но были отказы. Поэтому прошу международной организации помочь мне с эвакуацией из города Сумы. Денису 19 лет, он учится на втором курсе Сумского государственного университета. На английском языке изучает медицину. По словам Дениса, ему предлагали самостоятельно добраться до Львова, откуда казахстанцев вывозят автобусами. Но тысячу километров он преодолеть не смог. Мама Дениса обратилась за помощью к президенту Казахстана. Она настолько подавлена и плохо себя чувствует, что не смогла дать интервью. Когда бывает, когда он недоступен, у нас начинается истерика, уже паника какая-то. В этот момент потом он выходит, перезванивает и говорит, что он находился в подвале, в бомбоубежище, то, что там прячутся. Только единственное, они выходят, иногда поднимаются наверх в общежитие. Денис, даже находясь там, в такой критичной ситуации, он ходит у вахтера, спросит дрожжи, и печет студентам из других стран хлеб, и этот хлеб носит в подвал. Это ужасно на самом деле. Посол Казахстана в Украине Дархан Калитаев ответил, что Терновой единственный студент в Сумах. Казахстанцев, которые учились в Киеве, уже вывезли на территорию Польши, и они ждут рейса и Растаны. Студентов из Харькова поездом тоже доставили во Львов. Дениса пытались вывезти в Харьков автобусом и с дальнобойщиками, но от обоих вариантов пришлось отказаться из-за обстрелов. Направлять сюда, как предлагает его мама дипломата, из дипломатической машины, не имеет смысла. Во-первых, потому что сейчас никто не смотрит на эти дипломатические машины. Во-вторых, мы не можем рисковать тоже жизнью на людей. С Денисом мы на постоянной связи. Мы в течение дня несколько раз не созваниваемся. Я хочу вас всем заявить, мы его не оставим. И мы сделаем все. Но рисковать жизнью других людей я не могу. Ночи студенты проводят в подвале. Вчера вечером Дениса Тернового приютил местный бизнесмен у себя в доме и даже затопил для него баню. Тот же бизнесмен готов забрать женщину с ребенком из Тимиртау, которая также находится в сумах.